А теперь одна из моих любимых тем, это польза куркумы. Куркума, она сама по себе имеет огромное количество полезных свойств. То есть у нее и противораковое действие, и работает на ЖКТ, и укрепляет иммунитет, и с опорным двигательным аппаратом работает. Собственно, ну просто вот там огромный спектр, есть продукты, у которых спектр полезных действий, он практически на всей системы организма распространяется. Вот куркума как раз таки из этой области. Но есть один подвох, о котором я сейчас расскажу. В куркуме, в специи, вообще вся польза, она не в самой куркуме, а в ее активном действующем веществе, которое называется куркумин. Так вот, к сожалению, в самой куркуме куркумина всего лишь 3%. То есть попадая в наш организм, всего 3% нам несут ту самую пользу. Остальное оставляется на вкус. Что нам делать, где нам брать куркумин? Конечно, из экстракта куркумы. В экстракте куркумы его гораздо больше, его до 95%, 95%. И как раз таки, когда мы применяем именно куркумин экстракт, мы получаем всю вот эту максимальную пользу. Но есть еще один нюанс, чтобы была еще она более биодоступна и в сотни раз увеличивалась ее польза, ее обогащает вообще куркума вместе с черным перцем, отлично работает. Там потому что содержится такой компонент, который называется биоперин. И как раз таки здесь он, в куркумине, он с биоперином. Это из черного перца делают, экстракт черного перца. Поэтому, когда мы говорим о пользе, то, конечно, можно и приправу кушать, если кто-то очень любит вкус. Но реально принесет пользу именно экстракт куркумы. Поэтому давайте выбирать. Если уж мы задались целью профилактировать или поправить наше здоровье, то не надеяться на 3%, а выбирать 95%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...